Добрый день дорогие друзья, с вами вновь Леголенд ТВ и сегодня мы будем продолжать обозревать аналоговую вторую серию мини фигурок Лего от компании Бози. Хочу сказать, что все мини фигурки я рассматриваю по порядку, поэтому пятая мини фигурка и первой сегодня будет мини фигурка графа Дракулы. Я просто в восторге от этой мини фигурки, так как она идеальна как для легорской мини фигурки, а тем более для аналога Лего. Что-то, давайте посмотрим его поближе, вот мы видим такого графа вампира во всей своей красе, его зализанная черная прическа, которая полностью подходит к его наряду, его плащ развивается на ветру, он жаждет крови. Мы видим, что надеет в элегантный черный фраг, жилетку и рубашку. Также имеется у него бабочка и какая-то брошка в виде звездочки, если знаете, напишите, что это в комментариях. Также у него белые перчатки, в общем граф графу. Также мы видим, что по его выражению лица можно понять, что с ним лучше не сталкиваться. Особенно в нелюдных и темных местах. Также графу Дракуле даются как аксессуар летучая мышь. Можно играть, что был граф, произошло превращение, и он превратился в летучую мышь. Каркар, 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 каркар. По мне так мини-фигурка графа Дракулы заслуживает 5 баллов, поэтому я и ставлю ей 5 баллов. Также к мини-фигурке дается, помимо коробки, стандартная карточка с изображением персонажа во весь его рост и во всей красе, и рекламный проспект. Что ж, экономим наше время и ваше, поэтому переходим к следующей мини-фигурке. Следующая мини-фигурка, которую мы будем с вами обозревать, это мини-фигурка автоинспектора. Он чем-то похож на полисмена, но на официальном сайте Лего написано, что это автоинспектор. Будем верить создателям этой мини-фигурки. И как мы с вами уже поняли, коробка для всех мини-фигурок стандартная, поэтому долго на ней мы останавливаться не будем, просто быстренько ее прокрутим. И перейдем непосредственно к самой мини-фигурке. Как по мне, эта мини-фигурка больше похожа на полицейского летчика, который патрулирует с воздуха город и защищает его граждан. Она имеет два аксессуара. Вот такую вот какую-то бумагу, в которой, возможно, выписан штраф. А в другой руке имеются наручнички. И хочу сказать, что наручники сразу сделаны качественно. Их не так сложно разогнуть. Возможно, они такие мягкие, как Лего, но зато они прочные. Потому что лично у меня бывали случаи, что и Лего, и наручники не выдерживали активной игры. На голове у него вот такой вот шлем, характерный летчикам, либо же танкистам. Поэтому как-то не совсем он подходит для автоинспектора. Его очки подчеркивает его крутость. Они просто великолепны. Также мы видим, что на передней части торсика он одет в такую вот бежевую рубашечку с ремнем. Рация имеется. И значок принадлежности к определенной структуре. Его лицо внушает доверие. Он одет в коричневые перчаточки. На ногах никаких принтов нет. И сзади тоже принтов нет. Так же к нему, как и ко всем мини-фигуркам, дается карточка с его изображением и рекламный проспектик. Что я хочу сказать еще по поводу этой мини-фигурки, это то, что эта мини-фигурка будет интересна всем любителям погони и вообще полиции. Потому что она дополнит вашу коллекцию каким-то новым персонажем, с новыми чертами лица, с новыми аксессуарами. В общем, советую всем покупать эту мини-фигурку. И вообще, все мини-фигурки, на которые у нас делается обзор, от серии Бози, второй серии в частности, вы можете купить в нашем магазине, в группе ВКонтакте по приемлемым ценам. Ну что же, давайте переходить к следующей мини-фигурке. И эта мини-фигурка у нас под номером 7. И это Исследователь. Коробочка ничем не отличается от предыдущих коробочек, кроме того, что на переднем плане изображен сам Исследователь. Прокручиваем коробочку быстренько и переходим непосредственно к самой мини-фигурке. И перед вами любитель неизвестности и приключений, археолог, загадочная личность, Исследователь, побывавший во многих местах, в которых нам не суждено побывать. И по его виду можно сказать, что он пережил многое. Возьмем только его лицо, например. Мы видим, что у него нет одного глаза. Либо же, хотя подождите, это манокль. У него манокль на одном глазу. Такие вот заросшие усищи. Видно, что он давно не был дома. Возможно, он и скучает по дому. У нашего исследователя имеется очень интересный аксессуар. Такой, как настоящее увеличительное стекло. Вот мы видим, что можно увеличить с легкостью его лицо. Конечно, оно будет немножко расплывчато, но факт остается фактом. Стекло действительно увеличивает. Конечно, это не настоящее стекло, а пластик. Но в то же время, молодцы китайцы, подделали увеличительное стекло на пятерочку. Также во второй руке у него бинокли. Обычный бинокль, в принципе, снимать я его не буду. Из принтов на передней части у него присутствуют принты как на ногах, так и на торсике. Лицо у него одно. Мы видим, что голова без всяких черных точек, без изъянчиков. Видим, что он одет в характерную для путешественников форму по цветам одежды. Это какие-то брюки. И сверху курточка такого бежененького цвета. Цвета пустыни, можно даже так сказать. Карманчик и ремень. Также имеется шарф, чтобы он ничего не застудил себе. На штанах имеются тоже карманы, что очень существенно подчеркивает его вид. И также светоотражающие полосы. Честно говоря, полосы не отражают свет. Не знаю, как было в лэковской серии. Полосы имеются со всех трех сторон, кроме задней. Сзади, к сожалению, у него никаких принтов не имеется. По полюбившемуся нам с вами стандарту, к этому искателю приключений дается карточка с изображением его во всей красе и во весь рост. А также рекламный проспектик. Ну что ж, переходим к последней мини-фигурке на этот обзор. И это мини-фигурка женщины-спасателя. Мы видим, что коробка ничем не отличается. Поэтому долго мы на ней останавливаться также не будем. А перейдем непосредственно к самой мини-фигурке. Вот она наша спасательница жизни, утопленников и прочих людей. Мы видим, что она одета в характерную форму для спасателей. У нее довольно доброе выражение лица, которое вселяет надежду в человечков, которые попали в беду. Довольно длинная прическа. И одета она в закрытый комбинированный купальник красного цвета, чтобы ее было со всех сторон лучше видно. На котором изображен в правой нижней части торсика небольшой круг. Ну, сзади принтов особых нет. Только то, что красный торсик и, так сказать, трусы. Тоже красного цвета. По бокам, по бокам принтов тоже нет. На руках тоже нет. Ну, в принципе, зачем спасателю много принтов, да? Она имеет вот такую дощечку, характерную тоже для всех спасателей пловцов. Также к ней дается по стандарту карточка с ее изображением и рекламный проспектик. Что хотелось бы отметить. В 12 серии мини-фигурок есть мужчина-спасатель. То есть, если вы начали сравнительно недавно увлекаться именно коррекционированием мини-фигурок. И у вас есть мужчина-спасатель, но нет женщины-спасателя. Как и принято в лэговской серии. В одной серии выпускается мужчина, в другой женщина. И спортсмены так выпускались. Уже очень множество мини-фигурок. Эта мини-фигурка идеально дополнит мини-фигурку из 12 серии. Потому что я, конечно, понимаю, что многие сейчас не могут найти эту мини-фигурку в оригинале. А если находят, то она стоит явно не 3 копейки. Дорогие друзья, вот и подошла к концу вторая часть обзора мини-фигурок второй серии. Впереди еще две части. Я вам обещаю, что будет интересно. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И до новых встреч.